Вячеслав Целуйко 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 Вы понимаете, все эти опорные пункты расположены вдоль Белгородского шоссе, и, соответственно, любой турист автобуса Белгород-Харьков имеет возможность их осмотреть. То есть враг вообще, может быть, даже и так уже в курсе, да? Да, я думаю, он более чем в курсе. Цель обнародования этой информации, Варя? С вашей стороны. Да, с вашей стороны. Указать на то, что действительность несколько отличается от тех благостных картин, которые нам рисуют, рассказывая о трех линиях обороны, о том, что Харьков надежно защищен. То есть мы не видим ни соответствующего фортификационного обеспечения, ни главное обеспечения людьми. Если отсутствие опорных пунктов нельзя полностью возложить вину на оба администрации, это все-таки не ее компетенция. То есть она отвечает только за тот опорный пункт, который строят сейчас на Белгородской развязке. То отсутствие подразделений войска, это в первую очередь ответственность Киева. Можно сказать, вплоть до самых высших эшелонов. Можно сказать, что у нас не хватает войск для защиты Харькова, потому что все используется на Донбассе. Однако власти нашли подразделения для блокирования батальона правого сектора в Днепропетровской области. А эти подразделения бы очень пригодились для защиты Харькова, тем более на майские праздники. Особенно с учетом того, что речь идет об элитных аэромобильных и воздушно-десантных подразделениях, которые используются столь нерациональным образом на территории Днепропетровской области. Так вот, если Киеву негде использовать элитную 95-ю аэромобильную бригаду, то, я думаю, все патриотически настроенные харьковчане были бы рады, если бы столь элитная бригада стала гарнизоном в Харькове и прикрыла его со стороны возможного вторжения из Белгорода. Почему так важно построить и обеспечить войсками линии обороны на поступках к Харькову? Дело в том, что мы понимаем, что Харьков будет обороняться. И если мы построим боевой устав украинский, российский или советский старый, то мы увидим, что оборона в городе – это подготовка, в первую очередь, зданий к обороне. Там много страниц написано, как надо готовить к обороне здания, как закладывать мешками окна и так далее. То есть, если не будут созданы и не будут заняты войсками предварительные линии обороны на поступках к Харькову, то войска будут вынуждены занять оборону непосредственно в жилых кварталах. В первую очередь, в многоэтажной застройке, удобной для обороны. И тут, соответственно, в некоторой зоне риска находятся жители Пятихаток, Алексеевки, Северной Сталтовки. То есть, тех микрорайонов города, которые будут заняты в первую очередь обороняющимися подразделениями. И если не будет этих опорных пунктов, которые войска смогут занять перед Харьковом, то они займут эту оборону непосредственно в городе. И этого бы хотелось избежать. Более того, наличие полноценной обороны на поступок к городу являлось бы серьезным сдерживающим фактором для возможной агрессии. То есть, офицеры, оперативники российские различного уровня видели бы наличие полноценной обороны на поступок к Харькову. И просчитывая возможные варианты операции, они бы говорили, что операция может затянуться, привести к большим потерям и имеет относительно невысокие шансы на успех. Потому что, пока мы будем прорывать эти оборонительные линии, украинская сторона потянет к Харькову дополнительные резервы. И придется Харьков штурмовать полноценным образом соответствующими потерями со своей стороны, разрушениями жилого фонда, городской и коммунальной инфраструктуры и гибелью массы мирных жителей. То есть, сейчас нужно сделать все для того, чтобы российская сторона посчитала абсолютно непривлекательной идею какого-либо полномасштабного наступления. Или опять-таки гибридного вот этого наступления, без опознавательных знаков. Да, конечно, вряд ли Россия, даже если решится наступление на Харьков, это будет наступление под российскими флагами. Скорее всего, российские кадровые бригады бы перешли наступление под флагами ДНР, ХНР или еще какой-нибудь народной республики. Ну вот сегодня буквально сейчас вот есть информация от информагентства «Униан». Задержанный на Донбассе гражданин России, который воевал на стороне боевиков, рассказал об участии в конфликте регулярных российских войск, в том числе из Псковской дивизии. Да, это давно не секрет. Ну это не секрет, но вот еще одно свидетельство, очередное задержанное. Вы знаете, как бы слова задержанного... Естественно, но тем не менее, когда мы видим, что и под Иловайском была уничтожена техника, которая имеется на вооружении только российской армии, и у Логвинова под Дебальцева мы видели сожженные танки 5-й танковой бригады, то есть Т-72Б3, которые просто отсутствуют на вооружении украинской армии, то участие российских войск в войне на Донбассе давно стало секретом Палешинели, и в него могут не верить только люди, но совершенно далекие от военной сферы, которым даже столь явный доказательство, как наличие уникальной российской техники, которая отсутствует в вооруженных силах Украины, не является подтверждением. Если же можно предположить, что Россия передает вооружение, на котором воюют боевики, то, вы знаете, обучить человека пользоваться современным танком не так и просто. Ну вот, кстати, в Министерстве обороны России продолжают заявлять, что Россия никогда не будет воевать с Украиной, ни при каких обстоятельствах. Конечно, поэтому если будет вторжение в сторону Харькова, со стороны Белгорода, то это будет под флагами ХНР, и скажут, что техника, на которой происходит вторжение, захвачена украинской стороны, и нам расскажут все те же басни, которыми российские чиновники и средства массовой информации уже нас кормят последний год. Но, тем не менее, в Харькове продолжают задерживать диверсантов, и вот буквально пять человек были задержаны накануне, об этом сообщает СБУ, который готовили теракты на майские праздники. То есть ситуация продолжает оставаться напряженной в этом плане, но все-таки правоохранительные органы пытаются проводить вот эти вот, предотвращать эти теракты. Сейчас все-таки в большей степени это получается, больше, чем раньше, да? Конечно. То есть тут мы действительно должны отметить позитивные сдвиги. То есть за последний год силовые структуры Украины сделали колоссальный шаг, как вооруженные силы, так и правоохранительные органы. То есть если раньше у них не было опыта такой деятельности и не было необходимости его получать, то действительно за последний год со всеми шероховатыми трудностями и проблемами, которые сопутствовали этому процессу становления силовых структур Украины, мы, безусловно, должны отметить возросший профессионализм, как службы безопасности Украины, подразделения Министерства внутренних дел и вооруженных сил Украины. По поводу первомайских мероприятий, напомню, что они в Харькове запрещены судом, те, которые неофициальны, всевозможные демонстрации, митинги, шествия, но разрешены только официальные мероприятия, где будет обеспечена безопасность участников этих мероприятий. Так вот, СБУ опять-таки предупреждает, что коммунистическая партия планирует организовывать провокации 1-2 мая, хотя харьковские коммунисты говорили, что откажутся от шествия, но вот по данным СБУ есть такая информация, что предпринимаются попытки привлечения молодых людей к акциям из бойцовских и спортивных клубов, опять-таки вот тех, кого называли тетушками во время Евромайдана. Вот сейчас опять вот подобная ситуация, что их пытаются за деньги привлечь к каким-то... Вы что можете сказать этим людям, которые занимаются в этих бойцовских клубах, собственно? Ну, я думаю, во-первых, не стоит обобщать, я думаю, далеко не все представители бойцовских клубов. Например, мы знаем, что спортсмены-ножевики стали основой схидного корпуса, то есть такого патриотически настроенного харьковского подразделения. То есть нельзя всех спортсменов смешивать в одну кучу. То есть, да... Но ситуация безнаказанности тогда во время Евромайдана и наказуемости сейчас кардинально разная, насколько я понимаю. Конечно, конечно. Если тогда это было... То есть нужно много раз подумать, перед чем это делать. Естественно, тогда это было такое увеселительное мероприятие, за которое еще и платили, то сейчас можно получить, скажем так, воздействие как со стороны официальных органов, так и со стороны патриотически настроенных сил в Харькове, которые, возможно, в случае попыток дестабилизации ситуации в городе, примут активное участие в наведении порядка. И, к счастью, они в Харькове не столь малочисленны, как хотелось бы, возможно, противникам украинского государства. Накануне также был задержан житель Полтавской области, которая сообщала о заминировании сразу пяти мостов на Харьковщине, но никакой взрывчатки тогда не обнаружили. То есть это, по сути, был лжеминер, но, тем не менее, и такие действия тоже наказуемы, надо отметить. То есть сейчас этих лжеминеров и телефонных террористов, как их еще называют, то есть их все-таки вычисляют и задерживают. Не так, как раньше, когда этих сообщений было очень много, а задержанных практически не было. В возросший профессионализм, возможно, было куплено какое-нибудь оборудование новое или получено в виде помощи от западных государств. То есть сейчас, да, ведение такой подрывной деятельности на территории Харьковской области для боевиков сопряжено с определенным риском, с куда большим риском, чем это было, например, еще летом прошлого года. Также вот накануне Дмитрий Тымчук, руководитель группы «Информационное сопротивление», был в Харькове, он заявил, что угроза достаточно высока экспорта терроризма. Пропускной режим, что бы ни говорили, который водили, то водили, то отменяли, все равно недостаточно отработан механизм задержания тех, кто может выезжать из зоны АТО, диверсионно-разведывательных групп и так далее, и так далее. Вот что вы по этому поводу скажете? Безусловно, тем более, учитывая, что из-за АТО на территории Харьковской области, скорее всего, очень значительное число вооружений находится, то, соответственно, проникновение боевиков на территории Харьковской области не требует проникновения с вооружением. То есть люди могут совершенно легальными документами въезжать на территорию Харьковской области и здесь уже идти к тайнику, доставать это свое оружие и совершать террористические акты или диверсионные. То есть, к сожалению, действительно такая опасность существует и противодействовать ей крайне тяжело. Ну вот по результатам вашей инспекции, какие у вас, ну, мы так в кавычке говорим инспекции, но тем не менее вы увидели, что не все так гладко, не все так хорошо, как хотелось бы в плане обороны области от возможного наступления диверсантов и террористов, и всевозможных провокаторов и так далее. Ваше предложение, что нужно сделать? Во-первых, мне кажется, надо перестать имитировать деятельность по подготовке области к обороне и перейти к реальной подготовке области к обороне. Естественно, в первую очередь, соответствующее решение должен принять Киев. Как высшее политическое руководство, так и высшее военное руководство. То есть, в первую очередь, генеральный штаб. То есть, соответственно, оборона Харьковской области должна быть обеспечена достаточным числом людей и, соответственно, подготовиться в фортификационном отношении. В принципе, одно из решений могло было быть возвращение нашей Харьковской 92-й механизированной бригады из зоны АТО, замену ее на позициях на какое-нибудь другое формирование, в том числе из вновь формируемых. И, соответственно, эта бригада, вернувшись в Харьков, могла бы существенно укрепить оборону. То же самое можно сказать об оперативной бригаде Национальной гвардии Харьковской, которую тоже стоило бы вернуть на территории города и области и этим усилить обороноспособность. Даже, может, я выскажу такое несколько нетрадиционное решение, но, опять-таки, на фоне параллельно развивающегося кризиса с правым сектором, возможно, был бы вариант договоренности с правым сектором о переводе его боевых формирований на территорию области, и здесь бы они могли существенно укрепить обороноспособность области, заняв позиции на подступах к Харькову. Дмитрий Ярыш сказал, что это вообще было похоже на какую-то кремлевскую провокацию, которая не удалась в результате. Сложно сказать, насколько тут влияние Кремля. Дело в том, что все-таки с точки зрения государства наличие неконтролируемой военизированной структуры, это довольно опасный прецедент, и тут, возможно, нет кремлевских происков, а есть желание официального Киева все-таки взять под контроль правый сектор. Возможно, до этих событий переговоры зашли в тупик, и таким образом пытались оказать силовой воздействие на правый сектор, заставить его принять условия Киева. Так вот, я считаю, что одним из вариантов могло бы быть создание на базе батальонов правого сектора какого-нибудь Харьковского полка, который бы обеспечил безопасность Харьковской области со стороны Белгорода. Соответственно, все оказались бы довольны. И Киев вывел бы из зоны АТО такое формирование, которое не вполне может подчиняться его приказам. И правый сектор получил бы легальный статус. И мы, как харьковчане, повысили бы свой уровень безопасности, получив недостающие нам батальоны, которые бы заняли оборону на поступок к городу. То есть, чем повысилась бы безопасность каждого харьковчанина, который хочет жить в спокойном городе и, соответственно, заниматься своими бытовыми делами, а не сидеть в подвале под артиллерийским обстрелом. Ну вот тут я еще вижу предложения есть такие. Есть к властям сформировать отряды территориальной обороны с привлечением для службы в них студенчества и на базе неисправных танков 115-го танкоремонтного завода сформировать роту и взвод танковых огневых точек на основных направлениях со стороны России. Многие студенты могут не обрадоваться такому предложению. Понимаете, речь же идет о территориальной обороне. То есть, студенты у нас не подлежат призыву на срочную службу до окончания обучения, если это их первое образование, и не подлежат к мобилизации для отправки в зону АТО до окончания учебы. То есть, с точки зрения защищенности, студенты довольно неплохо себя могут чувствовать. Потому как ни в АТО их отправить не могут, и ни на срочную службу не призывают. Но и опять-таки это на добровольных началах. Конечно, конечно. То есть, в Харькове колоссальный пласт студенчества. То есть, это молодые люди, преимущественно патриотически настроенные, но которые хотят учиться, они не хотят ехать на Донбасс, сидеть в окопоход. Поэтому, на мой взгляд, наиболее рационально было бы использовать систему территориальной обороны, где они бы получили первичное обучение, были организованы, соответственно, в отряды обороны при каждом районном военкомате. На самом деле, директива о формировании таких отрядов пришла еще осенью. Однако, к сожалению, в Харькове этот процесс находится в зачаточном состоянии. И пока похвастаться успехами нельзя. Так вот, из студенчества могли бы быть спорено такие формирования, которые были бы задействованы в случае уже непосредственно прямого вторжения на территорию области и города. Когда все равно все отсрочки, которые есть у студентов, уже действовать не будут. Все равно их будут призывать в регулярную армию. Поэтому, даже с точки зрения студентов, лучше оказаться в этой ситуации уже предварительно обученным, знать, где лежит его автомат или гранатомет, какому подразделению он приписан и где будет сражаться, чем в условиях хаоса, когда будут на ходу формировать какие-то подразделения, и людей, возможно, не обученных, будут использовать непосредственно в боевых действиях. Что касается танков 115-го завода, то у него есть огромные залежи танков, выведенных в свое время из западных групп войск советских. Эти танки не могут сейчас использоваться по прямому назначению, потому как они неисправны. И тот ремонт, который ведется, он носит довольно умеренный по темпам характер, потому что все-таки возвращение танков в строй – это довольно затратный процесс. В то же время имелся позитивный опыт Советского Союза, который во время обострения отношений с Китайской Народной Республикой взял свои старые танки, это, в первую очередь, были ИСы, вторые, третьи, четвертые, и башни старых танков, и на базе этих танков он их вкопал, создал укрепленные районы на китайской границе из таких вот танковых, долговременных огневых точек. А такая огневая точка является довольно мощной, потому как обладает мощной броней, мощным вооружением. Соответственно, было бы разумно взять те танки, которые находятся на 115-м заводе, и у которых неисправна ходовая часть. Возможно же, частично неисправна система управления огнем, потому как, допустим, в некоторых опорных пунктах там нет необходимости и даже возможности вести огонь на километры. То есть там дальность прямого выстрела – 700 метров. Соответственно, на 700 метров вам не нужен ни баллистический вычислитель, ни дальномер, ни какие-то датчики. На 700 метров можно стрелять с обычным оптическим прицелом. Соответственно, вот танку, у которого исправна хоть как-то пушка, механизм заряжения и простейший прицел, он уже способен использоваться в качестве долговременной огневой точки. И вот используем таких танковых огневых точек на базе, де-факто танков, которые не могут быть использованы сейчас непосредственно боевыми формированиями, потому как они не ездят. Не ездят, у них неисправна СО и так далее. Так вот, усиление такими танками, тех опорных пунктов, которые мы сейчас строим в области или планируем строить, существенно бы повысило их эффективность. Ну вот я скажу так. Например, есть такая величина, коэффициент боевой эффективности, которая показывает, сколько данное противотанковое средство способно уничтожить танков до того, как само будет уничтожено. Так вот, у пехотного взвода три гранатомета РПГ-7. В обороне у этого гранатомета коэффициент боевой эффективности 0.3. То есть, теоретически, три гранатометчика до того, как их уничтожат, способны уничтожить один танк. А танк в обороне, та же танковая огневая точка, имеет коэффициент боевой эффективности 2. То есть, соответственно, три закопанных не ездящих танка уже способны уничтожить шесть танков противника в обороне. Что существенно больше, чем взвод пехоты, который может быть использован для несения гарнизонной службы на том опорном пункте, который строится сейчас на Белгородской развязке. То есть мы видим 1,6, существенное различие. Причем для решения этой задачи мы предлагаем привлечь не те ресурсы, которые ослабят регулярную армию, а те ресурсы, которые именно не может воспользоваться, потому что танк все равно не ездит. А есть ли еще какие-то ресурсы из харьковских предприятий, которые продолжают выпускать какую-то продукцию, но могли бы все-таки усилить еще и оборонную часть? Во-первых, есть Балаклейский ремонтный завод, который занимался ремонтом техники ПВО сухопутных войск. И там же хранится большое число зенитных пушек, которые были сняты с вооружения, потому как по своему основному предназначению, то есть борьбы с авиацией, они уже не способны эффективно решать эту задачу. Но при этом эти зенитные пушки являются эффективным средством борьбы с легкой бронетехникой, до танка включительно. Та же 57-мм пушка пробивает танк в борт с 500 метров без проблем. Также там есть 100-мм пушки комплекса КС-19. В свое время, в 1992 году, мои грузинские товарищи поставили эти пушки на железнодорожные платформы и создали так называемый бронепоезд Кобра, который играл одну из важнейших ролей при обороне Сухуми от наступления российских боевиков и абхазских формирований. То есть эти же пушки имеются в Балаклее и на базе этих же орудий мы бы могли создать артиллерию города, которая бы усилила оборону. Плюс есть другие средства. Например, есть замечательная вещь противобортовая мина, которая не представляет какого-то сложного технического изделия. Даже боевики в Афганистане, в Ираке, в примитивном цеховом производстве, их производили в больших количествах. Так вот, Харьков с его колоссальным научно-техническим потенциалом мог бы выпустить эти противотанковые мины в больших количествах. И, соответственно, в случае угрозы надежно перекрыть все подступы к городу и основные магистральные дороги в самом городе. То есть есть масса направлений для повышения обороноспособности. Вопрос политической воли, в первую очередь. Но президент Петр Порошенко заявил, что из многих источников поступает информация, что боевики планируют наступление во второй половине мая. То есть даже не в начале мая, а именно во второй половине. Политик-республиканец США Джон Маккейн, который призывал предоставить Украине летальное вооружение, рассказал о своем видении развития событий в Украине и сказал, что следующей целью Путина, по его предположениям, может стать, скорее всего, Мариуполь. То есть не Харьков, не какие-то другие регионы, а именно Мариуполь. И Молдова плюс Приднестровье. И то, что именно останавливаться Путин на этом не собирается, он видит причину еще в том, что Соединенные Штаты по сути ничего с этим не делают. Да, вы понимаете, знаете, тут четкая аналогия с нацистской Германией. То есть то, в чем советская историография обвиняла западные страны по пустительству нацистской агрессии. То есть Гитлеру позволили занять Судетскую область в Чехии, провести аншлюз Австрии, то есть без серьезной реакции на это. Потом оккупировать саму Чехию и создать на ее базе протектора Чехии и Моравии, то есть фактически аннексировав данную территорию, и марионеточное Словацкое государство. Вот, соответственно, вот такое попустительство агрессии, оно провоцирует агрессию, и ему кажется, что он делает все правильно. И когда Гитлер в 41-м году напал на Польшу, он тоже надеялся, что не начинает Вторую мировую войну. Он просто проводит еще одну кампанию, которая позволит ему реализовать свои интересы за счет Польши. И тут уже последовала неожиданная для него реакция Запада. Так вот, сейчас современная Россия напоминает как раз Германию 39-го года, до нападения на Польшу. То есть пока с Крымом аннексия прошла более-менее успешно, на Донбассе тоже как бы без серьезных последствий. И вот это попустительство со стороны Запада, оно провоцирует Россию на агрессию. То есть слабость провоцирует на дальнейшее действие. И суть в том, вот по словам того же Маккейна, что пока что Россия теряет от тех же санкций намного меньше, чем она получит в результате в случае... Что она получит сказать трудно, потому как пока даже тот же Крым, который достался без боя, России пока идет в минус. То есть Крым это приятно с точки зрения внутренней политики, население российское это взбодрило, повысило рейтинги руководства государства. Это очень полезно для внешней политики, потому что показывает Россию сильным государством, способным вооруженным путем отставить свои интересы. Но с точки зрения той же экономики, пока это в минус. И та часть Луганской и Донецкой областей, которые сейчас контролируют пророссийские силы, это тоже пока территория, которая будет приносить только убытки. Неопределенно долгий промежуток времени. Соответственно, захват большей части Украины тоже не столь привлекательный в экономическом плане. Поэтому, скажем так, санкции приносят России убытки. Война на Донбассе тоже приносит убытки. Захватить контроль над этой территорией также стоит денег. То есть, тут вопрос, насколько Россия, российское руководство, готово платить. То есть, какую цену оно готово платить за свои внутриполитические амбиции, поднятие своих рейтингов таким путем, и за внешнеполитические амбиции. То есть, возможно, мы же не можем гарантировать, что российское руководство не заражено мессианством. Вот им кажется, что именно они способны возродить величие России, вернуть ей статус сверхдержавы. Для этого на пути стоит Украина и ее армия. Ну, и у нас буквально одна минута. Ваше мнение еще как историка по поводу того, как праздновать 9 мая. Вот президент Петр Порошенко заявил, что во время празднования 9 мая нужно учесть местную специфику исторической памяти. И ничего страшного, чтобы в Ивано-Франковске, Харькове, Запорожье и на Тернопольщине будут по-разному праздновать. Безусловно. То есть, практически, думаю, всех харьковчан были родственники, которые принимали участие в Второй мировой войне на стороне Советского Союза, в Советской армии. Естественно, мы не должны отказываться от нашей истории. И мы с семьей поедем к моему деду на кладбище. Потому что дед всегда очень любил этот праздник, одевал свои ордена, форму. То есть, безусловно, я думаю, большинство харьковских семей будут праздновать День Победы как полноценный праздник. Тем более годовщина 70-летия Победы. Конечно, тем более юбилей. Ну что ж, спасибо вам за участие в нашей программе. Я напомню, у нас в гостях был Вячеслав Целуйко, эксперт Центра исследования современных конфликтов. Спасибо, до свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА